Честна пред Господом смерть преподобных его, Солом 115, 6. Но смерть грешников люта, 33, 22. Придет день, непременно придет, и не минует нас день, в который человек оставит все и всех, и пойдет один, всеми оставленный, обнаженный и беспомощный, не имея ни заступника, ни сопутника, ни готовый, безответный, если день этот застигнет в нерадении, в день, в который не знаешь, и в час, в который не ожидаешь, тогда, как веселится, собирает сокровище, раскошествует, придается разгулу, внезапно придет час тот, и всему конец, одна глубокая болезненная ночь, и человек пойдет, как подсудный, куда поведут поемлющие его. Много тогда тебе, человек, нужно будет помощников, много молитв в тот час разлучения души. Велик тогда страх, велик трепет, великий переворот при переходе в тамошний мир. Наш это час, и час страшный, но неминуемый. Это общий для всех конец, и для всех страшный. Трудная стезя, но по которой все должны проходить. Путь узкий и тесный, но все на него вступим. Это горькая и страшная чаша, но все испеем ее. Страха и ужаса исполнено то, что испытывает тогда душа. Но никто из нас не знает того, кроме тех одних, которые предварили нас там, кроме тех одних, которые изведали то на опыте. Не видишь ли кончающихся? Как бывает тогда страшно? В каком они смятении? Как вздыхают? Как обращают очи туда и сюда? Как скрижещут иногда зубами? Тогда видят они, чего никогда не видали, и слышат, чего никогда не слыхали, и терпят, чего никогда не терпели. Ищут избавителя, и нет спасающего. Иной из скончающихся говорит, прощайте, братья, прощайте. В дальний иду я путь, в путь, которым еще не ходил, в новую для меня страну, из которой никто не возвращался, в землю темную, где не знаю, что встретить меня. Вот отхожу и не возвращусь уже к вам. Тесен ли меня час этот, потому что поемлюсь не готовый? Мрачна ли меня ночи эта, потому что посекаюсь, как бесплодное дерево? Тяжел для меня предстоящий путь, потому что не имею доброго на путстве. Теперь вижу, как обманывал я сам себя, говоря, молод, я наслажусь пока жизнью, а там покаюсь. Бог, человеколюбив и простит меня, конечно. Так рассуждая каждый день, худо прожил я жизнь свою. Меня учили, а я не внимал, делал для меня не наставление, а я смеялся. Слушал Писание и кончаю жизнь, как не слыхавший. Слышал о суде и издевался, слышал о смерти и жил, как бессмертный. И вот, поемлюсь теперь совсем не готовый, и нет у меня помощника, застигнут непокаившимся, и нет избавляющего, подвергаясь осуждению, и нет спасающего. Сколько раз решался я покаяться и опять делал худшее, Сколько преподал к Богу и опять отступал от Него, Сколько раз миловал Он меня, а я опять приогрчал Его. И теперь отхожу в безнадежном положении, Воздохните, братья, и пролейте о мне слезу. Так кончающиеся иногда беседуют с нами, И внезапно язык связывается, Глаза изменяются, голос прерывается, И уста смолкают. Когда приближается последний час, посылаются ангелы, изъятели душ, Чтобы взять отходящую душу и представить ее судилищу Божию. Увидев их приближающихся, бедный человек, Хотя бы был царь или властелин, или миродержец, Весь приходит в смятение, как от землетрясение, Весь трепещет, как лист, колеблемый ветром, Бьется, как птичка в руках ловца, Весь оцепеневает и изумевает, Видя страшные силы, Видя новые для себя и великие зраки, Видя грозные и суровые лица, Видя чин вещей, какого не видал прежде. Все это видит тогда один поемлемый от нас, И на нас уже не обращает внимания, Только сам в себе творит он молитвы, Сколько позволяют силы. Из положения его мы заключаем, Что он видит высшие силы, И, помывая друг другу, говорим, Молчите и не тревожьте волей лежащего, Чтобы не приводите его в смятение. Будем лучше молиться, Чтобы с миром отошла душа его, И он обрел судью снисходительным. Девяносто. Все скончался, не стало его, Отжил свой век, И лежит недвижен, бездыханен и безмолвен. Что же есть человек? Сонное видение и тень. Ангелы-изъятели, паяв душу, восходят по воздуху, Где стоят начальства и власти, И миродержители противных сил. Эти злые наши обвинители, Здесь соблазнители и записыватели наших дел худых, А там истязатели. Они встречают возносимую душу на пути, Осматривают ее и вычисляют ее грехи по записям своим, Грехи юности и старости, Вольные и невольные, Делом, словом и помышлением совершенные. О, какой там страх, Какой трепет бедной душе! Неописуема нужда, какую терпит тогда она От неисчетного множества тьмами окружающих ее врагов, Клевещущих на нее, чтобы не дать ей взойти на небо, Вступить в страну жизни и поселиться в свете живых. Так ангелы, взяв душу, отводят ее по пути им, одним ведомому. Мы же, опрятав тело, выносим его на кладбище. И здесь встречаем новое страшное таинство. Малые и великие, цари и простолюдины, господа и рабы, Все стали один прах, одна персть, Один пепел, одно зловоние, одна гнилость. Каков эфиоп, таков же и благообразный некогда, Каков юноша, таков же и старец, Каков расслаблен, таков же и крепкий телом, Все стали, как определенно вначале, Земля и пепел, и ничего не различишь. Великое, подлинное и страшное таинство перед нами. Видим, что всякий возраст там изглажден, Всякое телесное богообразие изменилось, Всякая красота лица исчезла, Всякое приятное око угасло, Всякие доброречивые уста запечатлены, Всякое плетение волос сгнило, Все кончилось. Говорим, и никто не слушает, Плачем, и никто не внемлет. Спросить бы лежащих, Куда отошли вы, братья наши, Где обитаете, Где место вашего пребывания, Подайте нам голос, Побеседуйте с нами, как беседовали некогда. А им поучительно было бы ответить нам, Мы, отшедшие от вас, Пребывающих еще в жизни на земле, Мы, то есть душа каждого из нас, Находимся вместе, Подобающим каждой душе, По достоинству ее. А этот прах, лежащий перед вами, Этот пепел, который видите, Это злогония, Эти согнившие кости, Тела тех юношей и отраковиц, Которые были некогда для вас вожделенны, Этот пепел, Та самая плоть, Которую заключали вы в свои объятия И ненасытно лобызали, Эти оскаленные зубы, Те самые уста, Которые день и ночь покрывали вы Несчетными поцелуями, Этот гной и отвратительная влага, Та самая плоть, В объятиях которой предавались вы греху. Поэтому смотрите и уверьтесь в точности, Что обнимая на ложах своих юных соительниц, Обнимаете вы прах и тину. Знаете, что когда лобзаете члены их, Лобзаете вы смрад и гной. Вразумитесь, что когда возгораетесь к ним любовью, Предмет вожделения вашего черви, Стерви, пепел, смрад. Не предавайте заблуждения, Неразумные юноши и девы, Не обольщайтесь суетной красотой и юности, Потому что и мы, лежащие перед вами глазами, Перед вашими глазами согнившие мертвецы, Некогда во время жизни своей, Как и вы теперь, Были видны, величавы, Умощались благовониями, Были любимы, Наслаждались и благоденствовали. И вот, как видите, Все это стало брением, Прахом, Пеплом и зловонием. Не обманывайте больше себя, Но у нас, которые предварили вас, И теперь в могиле, Научитесь и уцеломудритесь, И уверьтесь, Что есть суд, Есть нескончаемое мучение, Есть непроницаемая тьма И безотрадная гиенна, Есть неусыпающий червь, Ни молчный плач, Ни пристанный скрежет, Ни исцельная скорчь. Этому, если не словами, То самым делом мучат нас братья наши, Предварившие нас там. Воспрянем же от усыпления, Перестанем обманывать самих себя Пустыми надеждами, Не допустим более издеваться Над нами лукавому врагу. Да не вводит нас в обман Льстивый помысл, Обещанием долгой жизни. Многие, замыслив многое, Не дожили и до утра, Но внезапно похищены смертью, Как птичка ястремом Или агни с волком. А одни с вечера заснув здоровым И не проснулись, Другие, сидя за трапезой, И спустили дыхание, Иные внезапно умерли Во время прогулки и забав. Иные, умирая в бане, Нашли себе в ней И погребальное омовение. Иные, внезапно похищены смертью Во время брака, В самом брачном чертоге И стали брачные их одежды Погребальными. И сверяющих на браке Заняли место сетующее И вместо пляшущих плачущие. Все мы это знаем И все же не перестаем Обманывать себя. Потому и не найдем себе Никакого снисхождения у Бога, Ибо не по неведению, Но сведениям Вдаемся в обман. Умоляю же вас, Станьте, наконец, Не слышателями только, Но и исполнителями Предлагаемого вам учения. Какому страху И какой нужде Подвергнемся мы В час исшествия Своего из этой жизни При разлучении души И с телом. Страшное и великое Совершается тогда таинство. К душе приступают Добрые ангелы И множество небесного воинства, А также все сопротивные силы И князь тьмы. Те и другие Хотят взять душу Своё им место. При этом, Если душа приобрела Здесь доброе качество, Вела жизнь честную И была добродетельна, То в день ее исшествия Добродетели, Какие приобрела она здесь, Делаются добрыми ангелами, Окружают ее И не попускают Прикасаться к ней Какой-либо сопротивной силе. Но в радости и веселье Со святыми ангелами Берут ее И относят ко Христу Владыке и Царю Славы И поклоняются ему Вместе с ней И со всеми небесными силами. И, наконец, Отводится душа В место упокоения В неизглаголанную радость В вечный свет, Где нет ни печали, Ни воздыхания, Ни слез, Ни заботы, Но где бессмертная жизнь И вечное веселье В небесном царстве Со всеми прочими Благоугодившими Богу. Если же душа В этом мире Жила срамно, Предаваясь страстям Бесчестия И увлекаясь Плотскими удовольствиями И суетой мира сего, То в день Исшествия Из этой жизни Те страсти и удовольствия, Какие приобрела Она в жизни сей, Делается лукавыми Демонами И окружают Бедную душу И не позволяют Приблизиться К ней ангелам Божиим, Но вместе С сопротивными силами Князьями тьмы Поемлют ее Жалкую и проливающую Слезы, Унылую и сетующую, И отводят В места темные, Мрачные и печальные, Где блюдутся Все грешники На день суда И вечного мучения, Куда не зринуть Дьявол со своими Ангелами. 95. Итак, пока Есть время, Позаботимся Покаянием Очистить себя От страстей И трудами Самоумерсления И доброделания Насадить вместо Их В сердце Добродетели, Которые По исходе Нашем Заступятся за нас И вместе С ангелами Божиими Предстанут Владыке Нашему И Господу И благоволение Его Привлекут На нас Второе Уроки О покаянии Страница 339 Первое Увы мне В каком я Стыде Сокровенное Мое Не таково Как видимое Подлинно У меня Только образ Благочестия А не сила Его С каким Лицом Приду Господу Богу Который Знает Сокровенности Сердца Моего Подлежа Ответственности За столько Худых дел Когда я На молитве Стою Боюсь Чтобы не Сошел С неба Огонь И не Потребил Меня Но не Отчаиваясь Уповая На щедроты Божие Аже Устело Сердце Мое Изменился Рассудок Мой Омрачился Ум Мой Как Пес Возвращаюсь На свою Блевотину Нет у меня Систого Покаяния Нет слез Во время Молитвы Хотя и Воздыхаю Я и Бью в персе Это Осужденным Увидит Меня Говорящие Теперь Что я Неукоризнен Оставив Духовное Покорился Я Страстям Учиться Не хочу А учить Рад Подчиняться Не хочу А подчинять Себе Люблю Трудиться Не хочу А других Утруждать А хочешь Не хочу Оказывать Чести Отстимым Быть Желаю Упреков Не терплю А упрекать Люблю Не хочу Чтобы Уничижали Меня А уничижать Люблю Мудр Я на то Чтобы Давать Советы А не на то Чтобы Исполнять Их Самому Что Делать Должно То Говорю А чего Не должно Говорить То Делаю Не говори Сегодня согрешу А завтра Покаюсь Но лучше Сегодня Покаемся Ибо не знаем Доживем ли До завтра Пять Согрешили Мы Покаемся Потому что Господь Приемлет Покаяние Кающихся Истинно Если брат Согрешит С удовольствием Обличаем Его А если Грешим Сами С неприятностью Принимаем Обличение Не Пререкай Против Истины И не Оказывай Твоем И о Наказании Твоем Не Отвергайся Не Стыдись Исповерить Грехи Твои Не Говори Согрешил И что Мне Было Господь Долготерпелив Немедли Обратиться К Господу И не Отлагаясь Со дня На День Помни Что Гнев Не Замедлит Серахов 7 18 Кто Даст Голове Моей Воду И очам Моим Источник Слез Заплачусь О грехах Моих День И ночь Иеремия 9 1 Смеху Сказал Экклеся Звадва Отойди От меня И слезам Придите Ко мне Ибо Очень велик Грех Мой Пред Господом И нет Числа Грехопадения Моим Знаете ли Что у людей Бывает Трех Различных Родов Слезы Бывают Слезы О вещах Видимых И они Очень горькие И суетные Бывают Слезы Покаяния Когда душа Вожелает Вечных Благ И они Очень сладкие И полезны И бывают Слезы Раскаяния Там Где Плач И скрежет Зубов И эти Слезы Горькие И бесполезны Потому что Вовсе Безуспешны Когда уже Нет Времени Покаяния Десять По наружности Мы Смиренны А по нраву Жестоки И бесчеловечны По наружности Мы Благоговейны А по нраву Убийцы По наружности Полны Любви А по нраву Враги По наружности Дружелюбны А по нраву Ненавистники По наружности Подвижники А по нраву Клят Для Подвижников По наружности постники, а по нраву морские разбойники, по наружности целомудренных, а в сердце прелюбодеи, по наружности безмолвники, а в сердце бродяги, по наружности кротки, а по нраву высокомерны, по наружности советники, а по нраву совратители, по наружности простодушны, а по нраву опасны. Отчего так? От того, что не имеем страха Божий перед очами своими и заповедей Господних, или не знаем, или зная перетолковываем в угоду себе. И ныне еще, после долгих лет самоисправления, много во мне нечистых помыслов, зависти, зложелательства, самоугодия, чревоугодия, гневливости, тщеславия, любоимания. Сам в себе я ничто, а считаю себя за нечто. Принадлежу к числу худых людей, а домогаюсь приобрести себе славу, святости. Живу во грехах, а хочу, чтобы почитали меня праведным. Сам лжец, а на лжецов досадую, а скверняюсь мыслью, а произношу приговор на блудников. Осуждаю воров, а делаю обиды бедным. Кажусь чистым, тогда как весь нечист. В церкви становлюсь на первое место, тогда как недостойны последнего. Требую себе чести, когда должен нести бесчестие. Перед женщинами хочу ходаться любезным, перед богатыми благочестивым. Если я оскорблен, мщу, обличаемый, изъявляя свое негодование, не видя лести гневаюсь, высших презираю, а в лицо им лицемерю. Не хочу отдать чести достойному, а сам, будучи недостоин, требую себе почести. Не стану описывать ежедневно занимающих меня мыслей, забот о суетности, нерадения о молитве, страсти к пересудам. Но буду описывать хождение в церковь по одному заведенному порядку и умышленных при всем замедлении, выисканных встреч, лицемерных бесед с благочестивыми женщинами, ненасытность в принятии даров, ласкательств для получения большего. Такова жизнь моя, таковы недостатки мои. Может быть, скажет кто, важное ли дело помыслы? На это скажу вам, и очень важное. И вот доказательство из Писания. Иев приносил жертву за детей своих, говоря, может быть, в сердцах своих они подумали о чем-либо худом. Если б не подлежали ответственности помыслу, то для чего было приносить ему единого тельца за грехопадение помыслами? Осужденные и зломысленные сонми Кореевым, и поскольку имели худые помыслы, то были пожжены. И Господь, спасительство изволения на прелюбодеяние, назвал прелюбодеянием и вожделение жены самым делом, и гнев убийством, и ненависть ценит за одно с человекоубийством. Свидетельствует об ответственности нашей за помыслы и блаженный Павел, когда говорит, что Господь на суде откроет советы сердечные и в ях приведет тайные тьмы. Итак, не говорите, что помыслы ничего не значат, когда соизволение наонное признается за самое дело. Не одни помыслы должны мы брать в рассмотрение, но более решение произволения признавать помыслы приятными и склониться на них. «Земледелец сеет на земле, но не все принимается ею, так и ум сеет в произволение, но не все одобряется и приемлется этим последним. Что принято землей, от того земледелец ищет плода, и что одобрило и приняло произволение, в том Бог требует отчета. Апостол людей, поступающих естественно, назвал душевными, а поступающих противоестественно, плотскими. Духовная же суть те, которые и естество преобразует в дух. Бог знает и природу, и произволение, и силы каждого. Всевает в них слово свое и требует дел по мере их. Сверхъестественно проникает он в душу и дух, в естество и произволение, не на силу и последнего. Если человек довольствуется естественным, то Бог не взыскивает, потому что определил меру естества и положил ему закон. Но если произволение одолевается естеством, то взыскивает за ненасытность и за нарушение устава Божия. Пятнадцать. Спешу изменить свое произволение, но предшествующее состояние противится мне в этом. Тороплюсь освободить душу свою, но стесняет меня множество долгов. Дьявол, злой взаимодавец, не напоминает об отдаче, осуждает щедро, никак не хочет брать назад. Домогается только порабощение, а о долге не спорит. Дает в долг, чтобы обогатели мы страстями, и данного не зыскивает. Я хочу отдачу, а он к прежнему еще прибавляет. Когда же, принуждая его взять, дает что-нибудь другое, чтобы видно было, что, уплачивая ему из его же суды, обременяет меня новыми долгами, потому что прежние страсти истеребляет другими, да то ли не бывшими. Старое, кажется, уплачено, а он вовлекает меня в новое обязательство страстей и вводит в меня новые пожелания, заставляет меня умалчивать о страстях и не исповедоваться, и убеждает стремиться к новым страстям, будто безвредным. Свыкаясь со страстями, да то ли не бывшими, и развлекаемый ими прихожу в забвение о прежних страстях. Заключаю договор с пришедшими ко мне вновь и снова оказываюсь должником. Устремляюсь к ним, как к друзьям, и судившие меня опять оказываются моими властелинами. Хочу освободиться, и они делают меня продажным рабом. Спешу разорвать их узы и связываюсь новыми узами. И стараюсь избавиться от воинствования под знаменами страстей по причине приспияния и даровьих, оказываясь их домоправителем. О, прочь от меня это рабство змея, прочь эта власть страстей, прочь этот застарелый грех. Он дал и залоги, чтобы купить себе мой ум, льстил плоти, чтобы отдать в услужение ей душу. Предвосхитил юность, чтобы разум не знал происходящего. Привязал к себе несовершенный рассудок, и через него, как медную цепь, удержит недалекий ум. Если сей хочет бежать, не пускает, держа на привязи. Грех ограждает ум и запирает зверь ведения. Страсть непрестанна на стражу у разума, чтобы, воззвав к Богу, не воспрепятствовал он плоти быть проданным. Клянется, что занимается плотью, занимается ни мало, ни худо, и что за такую малость не будет взыскания. Приводит в пример множество перепутанных помыслов и уверяет в невозможность того, что подвергались они исследованию. Ссылается на их тонкость, малозначительность и удостоверяет, что все подобное предано будет забвению. Вот чем удерживает и связывает меня враг, опутывая обманом и лестью. Павел сказал о грешащем, что он плотян. Грех приводится в дело, произволяющими наоны. Но между природой и грехом посредствуют навыки. И страсть несут нечто, данное грехом и принятое природою. Употребление этого есть подчинение души, смущение ума и рабства. Ибо грех, находясь во плоти, властвует над умом и овладевает душой, подчиняя ее с помощью плоти. Грех употребляет плоть вместо управителя, через нее также обременяет и самую душу. И делается как бы домоправителем ее, потому что дает дело и требует отчета в исполнении. Если нужно наложить на нее удары, то через плоть обременяет ее онами. Ибо плоть обратил как бы в собственную свою цепь, и держит на ней душу, как овсу на заклане. И как высокопарящую птицу связал ее этой цепью. И ею же между тем, как у крепкого исполина мечом, отсек у нее руки и ноги. Не могу ни бежать, ни помочь тебе, потому что заживо я мертв. Смотрю глазами, но слеп, и с человека стал псом, и, будучи разумным, веду себя как бессловесное. 19. Второй том добротолюбия Ефрема Сирина, страница 344. Но я желаю освободиться от жалкого страстного расположения, если поможет мне Господь. Если сотворит Он со мною по множеству милости своей, то избавит меня от греха. И если и зальет на меня благость свою, то спасусь. Уверен я, что это возможно ему, и не отчаиваясь в спасении своем. Знаю, что множество щедрот Его препобедит множество грехов моих. Знаю, что пришедший Он всех помиловал и в крещении даровал отпущение грехов. Исповедую это, потому что я воспользовался благодатью этой, имея нужду во врачевании грехов и содеянных по крещении. Но воскрешавшему мертвых не невозможно уврачевать меня и в этом. Я слеп, но Он исцелился порожденного. Отвержен я, как прокаженный, но если восхочет, может Он и меня очистить. Избыточествую я грехами, но не препобедится ими благость Его ко мне. Он помиловал Заксея, как достойного. Меня же помилует, как недостойного. Двадцать. Подлежит суду и праздное слово. А что такое праздное слово? Обещание веры, неисполненное на деле. Человек верует и исповедует Христа, но остается праздным, не делая того, что повелел Христос. И в другом случае бывает слово праздным, именно когда человек исповедуется и не исправляется. Когда говорит, что кается и снова грешит. И худой отзыв о другом есть праздное слово. Потому что пересказывает, что не было сделано и чего не видал. Приступи, грешник, к доброму врачу и исцелись без труда.